Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня вы узнаете, какие емкости для рассады самые лучшие, в которых из них рассады развиваются быстрее всего. Каждый огородник знает, что для нормального роста и развития рассады ей нужны подходящие емкости. Совсем недавно все выращивали рассаду в больших деревянных корытах. Конечно же, корыты не такая уж и плохая идея, ведь в них происходит хороший воздухообмен, а значит корневая система хорошо растет и развивается. Но есть у этих ящиков и минусы. Ящики из дерева быстро сгнивают, и когда заполняем мы их грунтом, они становятся очень тяжелыми. Поэтому наверняка это не самый оптимальный вариант. На смену деревянным ящикам пришли пластиковые. Эти ящики не такая уж и плохая вещь. В них лучше всего высевать рассаду до момента пикировки. Все-таки на весь возраст рассады таких ящиков недостаточно. Ведь рассада в таких ящиках высевается довольно густо. И затем, когда мы будем извлекать рассаду, чтобы посадить на постоянное место, могут повреждаться корешки. И опять же, в таких ящиках рассаде может не хватить питания, ведь будет конкуренция между растениями. Поэтому, если вы используете такие ящики пластиковые, да в принципе и деревянные, то, конечно же, нужно проводить пикировку, чтобы рассада все-таки получала больше питания, больше света для своего хорошего развития. Гораздо лучше выращивать рассаду в отдельных емкостях, в стаканчиках. Дело в том, что корневая система по мере роста оплетает весь земляной ком. И когда мы вынимаем рассаду из стаканчика, то все корни держатся плотно, земля не осыпается. И мы их сможем с легкостью пересадить на постоянное место, и они будут хорошо приживаться. Однако, выбирая емкости для рассады, нужно учитывать габариты растения и требования к объему грунта. Многие растения плохо развиваются в стаканах только лишь из-за того, что не хватает для них питания и влаги. Корни оплетают весь земляной ком, и не остается ничего полезного для нормального роста и развития рассады. Поэтому, чтобы рассада хорошо развивалась, учитывайте габариты растений и требования растений к своему питанию. Например, для томатов нужно выбирать стаканчики довольно большого объема, 500-800 мл объема. В этом случае рассада будет хорошо развиваться. И не забывайте также про глубину стаканчика. Например, для томатов глубина стакана должна быть около 15 см. Если стаканчик будет слишком мелкий, то вы при пикировке не сможете хорошо заглубить рассаду, не образуются дополнительные корни, а значит и рассада может быть хилой, либо валяться сторону в сторону, в том случае, если она перерастет. Для перца стаканчики должны быть объемом примерно 500 мл и глубиной 12-15 см. А для огурцов можно выбрать емкости чуть-чуть поменьше. Например, глубиной 10-12 см и объем грунта 350-500 мл. Стаканы нужных размеров сейчас продаются в каждом садовом центре, либо магазине. Но, например, я не считаю нужным приобретать такие стаканы. И дело не в экономии денег. Стоят такие стаканы весьма недорого. Но вы только подумайте, какие ресурсы тратятся на производство этих стаканов. Какие вредные выбросы поступают в атмосферу для производства вот этого пластика. Поэтому лучше использовать вторичные материалы. Например, я использую стаканчики от сметаны. Они как раз подходящего объема для выращивания будь то перцев, будь то огурцов, либо томатов. В таком стакане будет достаточно места корням и рассада будет развиваться полноценно. Обычно использую большие стаканы объемом по 450-500 мл. Пожалуй, этим стаканчикам я и отдам первое место. По-моему, это лучшие емкости для выращивания рассады. Есть еще, кстати, и торфяные стаканчики. Они бывают разного объема. Но у таких стаканчиков, по моему мнению, больше минусов, чем плюсов. В таких стаканчиках нарушается влагообмен. Они впитывают слишком много влаги и почва иссушается. Нужно проводить очень частые поливы. Однако, такие стаканчики можно использовать, если подготовить их должным образом. Когда вы высадили сюда рассаду, оберните их пленкой. В этом случае влагообмен будет более полноценным. Не будет так быстро испаряться влага и иссушаться почва. Кстати, бывают, кроме стаканчиков, и торфяные таблетки. Ситуация с ними, в принципе, похожая. Очень быстро иссушается грунт, да и объема торфяной таблетки недостаточно, чтобы вырастить большую рассаду. Все-таки пикировать ее вам придется. И еще одно замечание, что торфяные таблетки стоят не так уж и дешево. И если выращивать большой объем рассады, то и потратиться придется значительно. В продаже, кстати, сейчас и есть вот такие мини-теплички для рассады. Это, по сути, те же поддоны с кассетами и сверху крышка. Я не считаю нужным приобретать такие вот емкости для рассады. По сути, вы можете взять обычную коробку от торта, насыпать туда грунт и высадить свою рассаду. И покупать ничего не придется. А теперь поговорим о емкостях из подручных материалов. Очень часто мы используем для выращивания рассады попросту отрезанные пластиковые бутылки. В литературе можно найти сведения, что лучше использовать бутылки темного цвета. Зеленые либо темно-коричневые. Что в них корневая система лучше развивается. Но из опыта скажу, что я проводил свои эксперименты и выращивал рассаду как в прозрачных бутылках, так и в темных. И отличий никаких не заметил. Рассада нормально развивается и в том, и в том случае. Поэтому вполне можно использовать такие емкости для выращивания рассады. Еще увидел в интернете, что многие выращивают рассаду во втулках от туалетной бумаги. Но скажу одно, что эта втулка очень небольшая. И объема грунта там не хватит для нормального развития рассады. Да и где же набраться столько втулок? Также рассаду можно выращивать и в различных пакетах. Например, в пакетах от молока. Кстати, это очень неплохой способ. Ведь пакет очень плотный. И туда помещается необходимый объем грунта. Рассада развивается в них довольно полноценно. Единственный минус, который хочу ответить, что пакеты неустойчивые. И рассаду нужно ставить очень плотненько. Либо ставить в ящик. Кроме всех вышеперечисленных емкостей для рассады, можно использовать различные другие емкости. Например, обычные горшки для цветов. Можно делать кульки из плотной бумаги. Либо газеты. И все это допустимо. Главное, чтобы в этих емкостях рассада развивалась нормально и полноценно. Возможно, я не назвал все варианты емкостей для рассады. Поэтому прошу поделиться вас в комментариях. Какие емкости для рассады используете вы? И довольны ли вы своим результатом? На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok